Субтитры делал DimaTorzok Ноги! Субтитры делал DimaTorzok Нашим братьям дару благодухновенной молитвы Твоей Благодарим Тебя за сегодняшний день Который предваряет этот подвиг Как называют мужи верные Тебе Духовные Даруй Господи, чтобы это был действительно подвиг Для Тебя, Господа и Творца Чтобы Ты увидел нашу веру к Тебе В Слово Твое Святое Которое и будет судить нас Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Значит, продолжаем У нас встретенье было И мы как бы встретенье Посредине недели Поговорили про встретенье До конца так и не договорили Так, встретенье кто из нас встречал? Кто встретился? Со Христом Кто встретился? Руки поднимите Кто встретился со Христом? Так, понятно Ты да я да мы с тобой У нас совсем немного Ну вот встреча была Встреча какая? Не зима с летом встретились Конечно Встретение, встретение Встреча Придумали это Зима с летом встретилась Ну и что? Кто победил? 15 февраля Кто победил? Весна? Зима Ну выйди вот так вот на улицу Значит нету никакой все-таки встречи со Христом? Вернее Да Все, зима победила Сатана всех победил Все Холод победил Зло победило всех Да нет, конечно Разве был бы такой праздник Если бы не было великого события? Представляете 360 лет Этот муж правильный ждал Почему же это так подействовало в лечении? Господь как странно действует Господь когда Наказывает Это плохо же, да? Плохо Ну Долгая жизнь хорошо? Нифига Что за ответ такой? Долго жить хорошо? Да, да Я вижу ты единственная пессимистская степень Хорошо Хорошо, конечно Хорошо Ведь Поэтому Господь и дал Адаму 935 лет смерти Он сказал Только вкусишь, смерть не умрешь А Адам раз 935 лет живет Почему? Ну Почему? Своеобразное наказание Господа Господь Мысли Господа не наши мысли Чувствование Господа не наше чувствование Плотяные У него совсем другой разум Запомните Если вы будете жить словом Божьим То у вас будет разум Божий Если вы будете жить своими мыслями Греховными Плотяными Вы никуда не оторветесь От земли Не сможете Расправить Расправить два крыла Помните? Жена Облеченная в солнце И даны И даны были два крыла Большого орла Что эти за два крыла? Толкование нам говорит Какие? Не помните? После молитвы Ну тоже неплохо Вот как увидели птицу с двумя крыльями Значит сразу вспоминайте Что это Новые и Ветхие Заветы И вот она рассекает воздух Видели как? Кто наблюдал за птицами? Наблюдал хоть раз? Так вот сейчас Какая птица самая грациозная в полете? Самая такая Ну интересно за ней смотреть Как же так думаешь она летит? Ну вот какая? Кто думал? У кого же? А? Коршун Коршун Еще кто скажет какой? Коршун Коршун он как будто Дает вам посмотреть И покрасуйтесь на меня Какой я Как он управляет потоками Еще его главное хорошо видно Для нашего зрения Если голубь Он тоже очень интересный Голубя если по настоящему посмотреть Он как фигурное какое-то катание Или акромат Он там крутится что-то там Ну там непонятно Высоко сильно А этот коршун летает Над вами летает Перышки вот так одно Прям видно как перышки вот так раз Он туда летит Сюда летит Вот что делает Слово Божие с нами Когда мы управляем Управляем своим разумом Посредством этих стихов Вот он Господь нам дает Стихи это как каждая перышка Вот 77 книг 77 косточек А стихи это перышки Много-много-много тысяч перышков И он вот так вот Вот так И вы смотрите Ох Во сне кто летал Хоть раз Хоть раз Кто летал Так Ты летала Гляди маленькая Ты летал с кровати только Ты же ангела видела И далеко-высоко Он тебя приподнял Чтоб бросить Ангела Ты сначала стой как следует В храме Чтоб не болтаться Там как пешка В этом самом По пустому брюху Вот Вот видите Дети даже Почел там Расскажешь им О прощенном воскресенье О прощенном воскресенье Надо рассказать Или я могу рассказать О приготовлении Да Конечно ты расскажешь Все Мне все Уходить Нет Ну при заканчиваем Если конечно Все И вот И теперь вот Ну все видите Мы не будем про Иисуса Наверное сегодня Хотел про Иерихон рассказать Ну теперь все Теперь сами Прочитайте Как Иерихон был захвачен Очень интересно Читал Да Там еще Придворяет Там блудница Такая была Рааф Которая помогла Двум саглядатам Еврейским Уйти из этого Иерихона Они все рассмотрели Посмотрели Какие великие Там стены Все Ну не взять его Короче Поняли Не взять Ну а их уже Своя контрразведка Вычислили И уже прям К этой комнате Она говорит Да были ушли Она их на второй этаж Спрятала У них там второй этаж Там сена была Спрятала там И все И они И вот показывают Какие-то фильмы И везде Разведчики Все такие Ну шпионы Лазутчики Прячутся в сене Это откуда пошло Оказывается Я думаю Что все время в сене Что заняться нечем А генфильм видел Короче красноармейцы Спрятались в сене Подошли фашисты Недолго думая Вот так вот Очередь дал И сена загорелось Они оттуда побежали Уже горят Все Попадали Я думаю Хо-хо-хо А эти-то были Слабенькие Рельхонские Это контрразведчики Разбук Спичку туда И готово Но нельзя Почему Потому что у них Живище было Прямо в стене То есть стена двойная И чтобы зря Место не пустовало Вот между двумя стенами Ну толстого камня Камень Ну скала там Были сделаны Жилища У них там тепло Поэтому камень Он прогревается Ну там видать Тепло было А когда прохладно Ну что-то там Топили очагами Как-то там странно Все в этом деле Ну вот так было И вот эта раб Она главная была Блудница Называют еще Древнейшая профессия Представьте Ну это очень Очень Ну самое Паршивое И последнее дело Которое может делать Женщина Торговать своим телом Называется И вот эта женщина Падшая Ну это срам просто Неимоверный Она Помогла Господу Богу И Господь Бог Увековечил ее В Евангелии И в Евангелии написано Отравы Родиться Дальше То есть перечень идет Семени Давидова И отрав То есть отблудницы Рождения И это все увековечено Понятно? И Господь это Видя Согридатами Положил на сердце Дать ей слово Что она вместе со своими Родственниками Будет спасена Вот так вот Нету никаких препятствий Если человек Даже самый падший Но сделал для Господа По слову его Он будет спасен И она была спасена Вместе со всеми Они красную нить повязали Красная нить Это обозначало что? Красная Что обозначает? Еще подсказывайте У вас занятие Идите вон Отдыхайте Ну Что означает красная? Внимание Внимание Еще что? Ну красная Что означает? Посмотрите Вот На картину сразу Смотрите Кто там? Иисус Иисус Христос Что он сделал? Что Иисус Христос сделал? Упал Упал? Ладно Сложно Согласно картине Говорят Да Согласно Ну даже согласно картине У него на голове Видите венец 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 острый очень И венец уже промодал ему все Вот здесь вот И так же он был Бит По телу Ну и бока у него были избиты Естественно Его же христалли И там выступила Молодцы Наконец-то И красная Это означает Всегда Кровь Всегда кровь означает Уже тогда Все красное Червленое называется Означало кровь И кровь Эту означало Жертв Великих жертв Самая великая жертва Для Господа нашего Это жертва Ну Хором Иисуса Христа Для нас Самая великая жертва Крот пролил Свою причистую Только Это означает И вот Они повязали красную И как только Евреи убивать Все войска повестили А войска Сотни тысяч мужиков И им только сказали Ребята Рубята Говорят Смотрите Там Раф У нее там Розственники У них будет на руке Красная нить Ну веревочка Красная повязана Смотрите Этих не рубайте Понятно? И те все Серьезные были Дисциплина Какая была Сказали Нам помогли Понимаете Так бы нас убили Мы бы ничего не знали А теперь все И теперь если будете Кого рубить Их не рубите И когда началась Эта бойня Там вся Когда рухнула Сцена Ну это дальше Идет Поистование То Они ворвались И начали убивать всех А этих не зарубили И ее тоже не зарубили Понятно? Какая должна быть Дисциплина Церкви У евреев была Дисциплина Это была Розаветная церковь Это нам передает Господь и здесь Если мы занимаемся Значит должны Заниматься Словом Божем Так чтобы Все знать До конца Толкование И так далее Видите мы с вами Тут толкование Еще не проходим Можно было бы И толкование проходить Но толкование Мы проходим после Вот Поэтому Кто не остается Еще на занятии Оставайтесь У нас тут есть еще Некоторые Которые на занятия Почему-то не остаются И будем По толкованию Проходить Там может быть Не так интересно Зато Очень полезно Для души Правильно? Так Ну все Теперь Опрочем На воскресенье Расскажет вам Ваш преподаватель Сегодня у нас Прощенное воскресенье Все помните Да? Сегодня Если посчитать Получается Вот Если Пасха Нулевой Как бы такой Меридиан Нулевая отметка То вот На 50-й день После Пасхи У нас что Троица Пятидесятница Дух Святой Сошел В виде языков На апостолах Проходили соборы Это все происходило В основном Формировалось Первые века Когда были Святители Наши Самые знаменитые Недавно Мы праздновали День этих Трех Святителей Кто знает Наши главные Святители Богословов Которые Создали Всю основу Нашей церкви Которые Участвовали В создании Символа Веры Давайте просто Вспомним Иоанн Златоуст Василий Великий И Еще один Григорий Григорий Богослов Вот Три Три Святителя Запомните Самые Такие Мудрые Умы Которые Создавали Наше Учение Церкви Так вот Не было Прощенного Воскресения В самом Начале И Были Египетские Монахи Когда уже Монашество Появилось С самого Начала Тоже Монашество Не было Так Ногами Не болтаешь Шуршишь И вот Египетские Монахи Они Великий Пост Уходили В пустыню Они уходили В пустыню Чтобы там Молиться В уединении При Господом Быть И На Пасху Возвращались Чтобы все вместе Встретиться И праздновать Пасху И когда они Уходили в пустыню То есть Последний день Как сегодня Перед Великий Завтра Начинается Великий Пост Начинается Очень строго И вот Этот день Они что Они Вместе Молились И Прощались Друг Другом И Просили Прощения Почему Потому что Уже на Пасху Они могли В этом составе Не собраться Они Уходили Как на смерть Потому что Кого-то в пустыне Могли дикие Звери Растерзать Кто-то мог Там Плененным Быть Кто-то Мог просто Умереть От голода Или еще От чего-то По болезням Потому что Кто-то был Преклоном Возвращения От жажды Они могли Не уходить Они могли Не уходить Но они уходили Это Их Значит Было Правило Было У них Такое Правило В Их Монастыре И Они Уходили И Просили Искренне Со слезами Просили Прощения Друг У Другу Потому что Вдруг Смерть Застанет Их А они С кем-то Не Примирились Кому-то Может быть Что-то Какие-то Обиды Принесли Или Еще Они Все Это Вспоминали Все Что Было В течение Года И Просили Друг Друг Прощения Этот Чин Такой Поместный Только В одном Месте Так Понравился Другим Церквам Что Они Стали Перенимать Это Правило И Уже Прихожане Которые Не ходили Ни в Какую Пустыню Они Тоже Начинали Так же Просили Друг Друг Прощения И Со Временем Это Правило Распространилось На Что Подобное Но Православие Оно Достаточно Такое Широкое Распространение Приобрело И Мы До сих пор Спустя Уже Много Много Сотен Лет После Того Как Это Появилось Впервые Так же На службе Просим Прощения Существует Чин Прощения Во всех Церквях Он сегодня Будет Совершаться Вечером На Вечерний И Все Прихожане Просят Прощения Сначала Они Просят У настоятеля Когда будете Подходить Говорить Батюшке Батюшка Простите Меня Христа Ради Не Креститесь Напоминаю Слышите Особенно Первые Братья Они Идут Они Не знают Мы Идем Все Повторяем А они Идут И быстренько Раз И все Они первые Пошли Не надо Креститься Когда Батюшке Кланитесь Хорошо Делайте Земной Поклон Потом Поворачивайтесь Ко Все Общине И Просите Братья Сестры Простите Меня Христа Ради И тоже Не креститесь Делайте Земной Поклон А братья Сестры Вам отвечают Бог Простит И мы Прощаем И я Прощаю Все Вспомнили Да Вот И что Сегодня Читаться Будет Матфея 6 Глава 14 Исти Ибо Если Вы Будете Прощать Людям Согрешение Их То Простит И вам Отец Ваш Небесный А если Не будете Прощать Людям Согрешение Их То Отец Вам Не простит Вам Согрешение Ваших Понятно Очень часто Вот В миру И люди Так говорят Никогда Не прощу Ни за что Не прощу Ну как же Начинаешь Говорят Ну это же Нельзя Как вы будете Жить Нормально Буду Жить Не прощу И все Вот мне Там кто-то Там Такое Зло Совершил И Проходит Год Два Уже Двадцать лет Прошло А все равно Говорят Не прощу Представляете Как страшно Человек вроде Хороший И добрый А зачем Такие страшные Слова Говорит Потому что Потому что В Библии Написано Что И отец Ваш Не простит Вам Согрешений Ваших Представляете Какие страшные Слова Просто Как Приговор Звучит Это и Слово Божие Так Говорит Поэтому Никогда Даже Не ждать Надо Никаких Прощенных Воскресений Нужно Сразу Прощать Нужно Сразу Примиряться Сегодня Еще Называется Служба Адамово Изгнание То есть Адам Когда был Изгнан Из рая Сейчас Уже Пойдем И он Что Затем Плакал И просил Прощения И вот Это тоже Нас должно Подготовиться Чтобы мы Тоже Сокрушились Наступает Великий Порт Плакать Просить Прощения Вот Еще Прочитаю Слова И прямо Сирена Если же Ты Человек Не прощаешь Всякого Согрешившего Против Тебя То Не утруждай Себя Постом И молитвой Бог Не примет Их Понимаете Чтобы и пост И молитва Наша Были Привогом И грехи Наши Чем Побеждаются Постом И молитвой То Не победятся И грехи И пост И молитва Не будут Приняты Если Мы Держим На кого-то Обиды И Кого-то Не прощаем И с кем-то Не примиряемся Пойдем Потихонечку Заходим Будешь стоять Может быть Пойдем И Привific В Привор Я Я С Что Вот У akhir С Господи помилуй. Храни нас, Боже, Твоею благодатью, Господи помилуй. Победу и славу и владычеству нашу Богородицу, Христа, Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу, предади. Сын, Господи! Всякая слава, честь и посланение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресной, в веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, благослови мне все, Господи. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святому Духу, ныне пресной, в веки веков. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святого Духу, ныне пресной, в веки веков. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святого Духу, ныне пресной, в веков. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святого Духу, ныне пресной, в веков. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святого Духу, ныне пресной, веков. Песня. 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 Песня.